У каждого есть степень, с которой она доходит. Она дошла, я с тобой культурно разговаривал. Ты не хочешь этого? Не-не, наоборот, надо разговаривать. Можно я с ним поговорю? Завтра приема у начальника не будет, он на больничном. Что такое? Что случилось? На больничном начальнике. Чем заболел? Не совестью? Алло? Я не я, жираф не мой, комар не мой. Табличка выход была, вся в крови. Заходил жираф и не смог выйти, так в народе говорят. Помыли или поменяли? Жираф слезал? Ага, значит смотрите, да? Это радует. Так вот пятно есть, два. Комар пухнул? Это надо записать, комар пухнул. Изымайте таблички, проводите экспертизу. ДНК, экспертиза, все дела. Пускай вся страна поржет. В этом году еще ни одного комара не видел. А у вас тут летают, еще и пукают, еще и кровью. Вот такие? Вот такие. У вас тут что, зоопарк что ли летает? 22 февраля я оставил как минимум 5 жалоб. До сих пор их никто не рассмотрел. Вот так вы рассматриваете. Ни ответа, ни привета. Мне очень жаль, но я вынужден действовать в рамках закона. Я осуществляю общественный контроль. Примите жалобу, пожалуйста. У вас персональные данные всегда вот так в открытом доступе, да? Такого не должно быть, это нарушение. Пузыг написал, старается. Тут телефоны, фамилии, паспорты, данные. Журнал для всех открыт. Посторонние люди видят? Вот, благодарство. Девушка, примите жалобу. Материал-то нумерован? Нет. Нумерации страниц отсутствуют. В посередине материалов шесть страниц сшиты вместе. А, вот они уже расшиты. Я расшила, да. Ну, давайте ознакомиться. Я думаю, да. Почему? Это запрещено. Запрещено? Кем? Комаром или жирафом? Не показал до полного ознакомления. Я не успел ознакомиться. Так, 21 августа, да подождите, что ж такое? Дважды я сказал. Вы отказываетесь представить? Дополнительно, да. И вообще уклонился от общения. Убежал. Письменный официальный мотивированный ответ. Отказываетесь? Примите жалобу. Говорите. Без нагрудного знака, без бейджика и без удостоверения. Ну, правильно, у вас тут всякие комары и жирафы ходят с ваших слов. По признакам состава преступления халатность. Тяжкое преступление. Требую вызвать оперативно-средственную группу для изъятия вещественных доказательств в виде табличек. 4 часа 20 минут прошло с того момента, как я вызвал. Да и оперативно-средственная группа? Да. Принц? Да. Вы единственная в составе оперативно-средственной группы? В настоящем мире, да. В единственном числе? Да. Телесно. Вы ни разу не принимали выставное заявление под протокол. Форма номер 2. Вась, ты что хочешь от меня? Я смотр, пишу, какой протокол. Причем тут Вася? Ушла за бланком и не вернулась. То есть она не выйдет? Нет? А кто жирафа будет искать? Комара, который пукнул. Всем привет. Сегодня расскажу, как ходил в отдел полиции номер 3 26 июня 2023 года. Пришлось провести 6 часов в отделе полиции номер 3, который находится на территории участка для размещения ГОМ-3. Это официальная информация из Росреестра. То есть для городского отдела милиции до сих пор. В общем, в 9.30 обнаружилось, что таблички никто не удалил, а их немножко затерли. Причем вот так это было. Верхняя табличка такая была. И вот так это стало. Вроде как почистили с виду, да? Если не присматриваться. Вроде все чисто. Но Вот видим раз, два, три. Ну я тут еще присмотревшись Насчитал более 10 пятен. И плюс На фото плохо видно. В общем, вот тут такая Видать, тряпкой терли-терли Растерли так, что Появилась такая рамка Возможно, кровавая. Ну, такая чуть-чуть кровавого цвета. И здесь то же самое. Материалы проверки вынесли, но они были не пронумерованы, не прошиты и посередине шесть листов скреплены и недоступны для ознакомления. Было обнаружено множество нарушений и оставлено множество жалоб, в том числе и в прокуратуру ХМАО и в МВД ХМАО. В 11.30 Глушенко внезапно заболел и личный прием на следующий день для всех типа отменили. Ну, по идее, в Рио, вступивший в должность вместо Глушенко, должен был провести прием за Глушенко, именно 27-го. Но они об этом умолчали. Сказали, что приема вообще не будет. Было сообщено о тяжком преступлении, возможно, убийство и вызвана оперативно-следственная группа. В 14.30 мне официально позвонили и сказали, что приема у Глушенко не будет. Пришлось записаться на прием к заместителю. Оперативно-следственная группа в лице единственного дознавателя по фамилии Принц явилась спустя 4,5 часа после вызова. Протокол осмотра не составил, объяснение не взяла. Сказала, что нет протокола принятия устного заявления о преступлении. Ушла вроде как за протоколом и больше не вернулась. Далее все телефоны Сургута и Хмава перестали отвечать. И в 16.30 заблокировали карту Сбера и начали серьезные репрессии со стороны системы. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Атомали? Здравствуйте. Помыли? Или поменяли? Жираф слезал? Ага, значит смотрите, да? Ирину Сергеевну пригласите, пожалуйста, к Соколову. Ирину Сергеевну к Соколову. Ну что? Да, договаривались. А, Кристина Сергеевна. Что? Кристина Сергеевна, поглядите, пожалуйста. Так что, помыли или заменили? Не знаете? А про жирафа знаете, да? Бурная фантазия. А? Бурная фантазия. Бурная фантазия? Это радует? Вы Соколов? Я хочу мимо рамки пройти. Документы отдать или нет? Я хочу мимо рамки пройти. Идите? Мимо рамки. А у вас что? Альтернативный проход хочу. Какой? Мимо рамки, ручный. Вы здесь ожидаете? Вы там имеете материал? Вы туда посаживаете? Добро. Благодарствую. 18 тысяч с ДСВЖР взыскать. За незаконное отключение от электричества. Не дам в руки. Вот тут читайте. ДСВЖР. Взыскать 18 тысяч с управляющей компанией. За незаконное отключение от электричества. Девять раз ко мне приходили. Давайте вы сюда. Высадим? А почему? Вы видите образцы или граждане будут принять? Что у вас, спокойный выходник вашим? У нас нет выхода. Ну, я имею ввиду вообще это. Почему не разъясняете статью 20.1 капоры? А? Я без стихи не забежал. Иди сюда. Не подходите, пожалуйста. Без проблем. Стань, пожалуйста. Своим вещам. Почему я не могу подойти? Из-за лишнего ограничения. Кем? 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 Кем я ограничен? Тобой я тебе. Кем я ограничен? Что, у вас каждый день такой, да? Слишком много разговаривай. Тебя уже нарушений очень много. Какие? Понимаю. А ты административный? А ты будешь административный? Ну, как хорошо, что ты садишься, почему? Что дальше? Поступаем. А ты что? Будет? Ну, вот так вот. Да? Вот так вот для тоска. Разговаривать проще, еще раз говорю. Ничего, товарищ прапорщик. Какие девушки? Вот девушки. Это работник полиции. Какая разница? По факту. Так если нет разницы, тогда ты о чем говоришь? Я буду разговаривать, как захочу, а ты будешь со мной разговаривать по закону. Тое право это дает ему, товарищ Сидан, выпускать мне туда-сюда подходящий. Ну, что вы? Какое право, я спрашиваю? Чего? Я не спрашиваю, почему? Я не спрашиваю. Нормально разговариваю. Ты чего не хочешь так? Я этого слышу. Так, правопчик, встань немножко. Доварищ прапорщик, разрешите задать вопрос? С тобой нормально разговариваю. Ты чего ведешь себя так? Доварищ прапорщик, у каждого есть степень, с которой она доходит. Она дошла, я с тобой культурно разговариваю. Так ты не хочешь этого? Да, подчиняю. Я не подчиняю. Не-не, наоборот, надо разговаривать. Можно я с ним поговорю? Да зачем? Это лишнее. Я готов говорить, а это лишнее. Мне полиции не разрешают. Этот человек уже два часа не может услышать. Просто я для себя скажу, что кроме законов есть еще коны мироздания и нормы права поведения. Я тоже так же говорю. Если веришь в Бога, почему нравственные законы нарушаешь? Задумайся. Обратка прилетит. И она уже летит. Но это моя ответственность. Но это не позволяет резонировать. Ну ты не обостряй ситуацию зазря. Просто это 5 поставить? Нет. Грамотно. Нельзя скандалить и нельзя молчать. Надо искать золотую середину. Ты от золотой середины уже давно отклонился. В одной из крайностей. Скандалить и материться. Что, без матов нельзя никак разговаривать? Нельзя. Нельзя. Тем более, что это стать признаки состава правонарушения 20.1. Мелкое хулиганство. Смысл ухудшать ситуацию, если можно культурно-вежливо общаться. Я готов открытиться. Там документы для служебного пользования. А что это такое? Что? А я хочу ознакомиться. А где он? Документы для служебного пользования. Вы не имеете права. Вы запрещаете? Да. А тут что закрыто? А тут личные данные. Номер телефона серии вас. А чьи? А я вам оставила фамилию, имя, отчество. Это все материалы, да? Ну да. Как вы заявление указали, вот этот номер. Ага. Вот он предоставил. Сейчас я полистаю, посмотрю. Я не понимаю, почему у вас табличка выход была вся в крови. Заходил жираф и не смог выйти. Так в народе говорят. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть документов. Шесть документов вскрыли. А потом вот так вот, да, будете вскрыть? Нет. А зачем остальные? Ну что это такое? Что? Ограничили в правах. Пожалуйста, можете написать в отношении жалобы, что я вас ограничивала в правах ознакомиться с документами для служебного пользования. А там есть гриф для служебного пользования? Серьезно? А можно посмотреть? Угу. Письменный официальный ответ можете дать, что запрещаете знакомиться с материалом дела? А, кстати, дело-то не пронумеровано. Как мне определить? Вы можете пронумеровать? Нет, нет. Исполнитель мы обращаемся. А кто исполнитель? Олхутов здесь на месте? Нет. Он же участковый на опорном пункте. А где? Я хочу с Олхутовым поговорить. Ну конечно, можете посидеть, подождать. В смысле подождать? Вы можете уточнить вопрос, где он? Он находится на месте. Василий, у тебя Олхутов нет. Все-таки это адрес. Подождите, пожалуйста, не выносите. Я хочу выяснить этот вопрос, почему дело не пронумеровано. Как мне жалобу писать? Что я буду писать? Что где-то посередине дела сейчас листов вшиты? Почему дело не пронумеровано? Я потом спущу следствие. То есть отказываете, да, в ознакомлении в полном отделе? Я вас это ознакомила? Нет, не в полном отделе. Можете вы указать, с чем я вас не ознакомила. Где вы указали? В заявлении. В заявлении. А кто у вас начальник? Начальник? Да. А вот, повернитесь. Вот у вас грамот приема граждан. Начальник отдела полиции Александр Николаевич. Кабинет. Время приема. Завестите. У нас с вами конфликтная ситуация. Вы зайдите, пожалуйста, ответственно. Ответственно? Да. У вас персональные данные всегда вот так в открытом доступе? Да? Такого не должно быть. Это нарушение закона 152 ФЗ. У нас всегда, когда ознакомливаются, закрывают данные. Так, во-первых, вот какой-то регистрационный лист лежит. Тут телефоны, фамилии. А здесь вообще персональные данные. Вон, я вижу паспорт и данные. Ну, а почему журнал для всех открыт? Любой может подойти. Для всех открыт, он для меня открыт. Для тебя записали. Ну, для вас. А я же вижу. Посторонние люди видят. Вот, благодарство. Я вот, допустим, прошел бы сейчас, кто-нибудь, вы бы записали паспортные данные. Правильно? Да. Кто-нибудь подошел бы, вот, типа, вот таких вот. Да? Ну, это, срисовал бы. С хорошей памятью. А потом бегай, заказывай, что ты никаких кредитов не брал. Дежурная часть ОВД по сургуту старшина Ятимов. Слушаю вас. Еще раз, посмотрите, фамилия плохо слышно было. Ятимов. Ятимов старшина. Здравствуйте. Примите жалобы, пожалуйста. Слушаю. На действие и бездействие сотрудника полиции отдела номер 3 Соколова Кристина Сергеевна. Соколова Кристина Сергеевна. Ага. А кто еще? Так, сегодня какое число? 26. 26 июня 2023 года в 10.00 отказала в ознакомлении с материалами проверки по КСП, 22 927. Так, 22 927. Да. Материалы проверки вроде вынесло, но нумерация страниц отсутствует. Посередине материалов 6 страниц сшиты вместе. С этими 6 страницами знакомить отказала. Хорошо. Принял. Сейчас зарегистрируем. Номер сообщите, пожалуйста. Номер минут через 3. И можете перезвонить, я вам скажу. Добро. Доброе утро. Здрасте. Просили подойти ответственно? Да. Простите. 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 Майор полиции Абдул Гусейнов Руслан Нурмагомедович. 03 1377 до 21 августа. Подождите. До полного знакомления. Я еще фотографии не успел. Я еще фотографии не успел. Пожалуйста. Так, 21 августа. Да подождите. Что ж такое-то? Вы отказываетесь? Нет. Я вам показал. До полного знакомления? Я вам показал. Я вам показал. А зачем? Мой личный мой. А? Мой личный мой. Вы прочитали, что действие, по какое число действительно мое служебное мудрость. Прочитали? Ну я фотографии не успел. Вы прочитали мои установленные данные? Я фотографии не успел. Вы повторно посмотрели? Посмотрели? Вы отказываетесь предоставить данные? Дополнительно да. Показывает? Материал. Отлично. Человек познакомился с материалом? Да. Кристина Сергеевна. Да, да. Кристина Сергеевна. Пожалуйста, по какой причине вы отказываетесь отдавать установочные данные? В данном материале находится ксерокопия паспорта человека, который не давал заявления о том, что вы имеете право ознакомлять его с установочными данными. ФЗ-152. Защита персональных данных. А где ФЗ-152 присылаетесь, да? В какой статье сказано, что вы имеете право сшивать 6 листов непронумерованных? Потому что здесь вы не будете права. А, вот они уже расшиты. Я расшила, да. Ну, дайте ознакомиться. Я вам не дам ознакомиться. Вам уже объяснили, что там написано, что вам уже будет неприятно и будет против вас уклонно. Если ваши установочные данные, мы передадим другим. Согласитесь? Николаевич. Закройте персональные данные, с документами ознакомьтесь. 6 страниц было сшито. 6 страниц. 6 страниц. 6 страниц. 6 страниц. А мы тоже знаем. Данных сферопопия паспорта. Гражданина. И выписки из баз данных для служебного пользования МВД. Ну и что? Которые вы имеете право. Я хочу знать эти данные. Какие? База данных МВД? Ну, в том числе, да. То есть вы хотите сказать ваши данные, мы имеем право кому-то, кто-то придет отдаваться и давать ваши данные? Которые имеются на вас сведения? Если идет уголовная актуальная проверка, то почему нет? Нет. Я ничего не скажу. А что вы говорите? Я ничего не скажу. Номеровать, чтобы я их заново отфотографировал. Вопрос к Сенсибину. Я ей задавал этот вопрос, а она сослалась на Алхутова. Алхутов неизвестно где. Я был вынужден вас вызвать. Вы не можете, да, пояснить почему? Номеровано? А? Номеровано. Материал пронумерован? Нет. Ни одна страница не пронумерована. Мне, допустим, чтобы вот жалоба оформить, да, в суд там подать или прокурору? Ну вот. Вы обзавайте суд. Суд при необходимости сделает запрос. И данный материал проверка. Полный момент будет у вас с вами. Капитан полиции Соколова Кристина Сергеевна. Инспектор 036-53-8. До 11 ноября 2025 года. А что-то вы не похожи на фотографии? А, прическа другая. Глаза тебе. Благодарствую. У вас, коллег, как ответственно есть еще вопросы? Да. Я хочу, чтобы материалы проверки были пронумерованы. Я их заново ознакомился с ними. Хорошо. Пишите заявление. Что вы хотите? Я вам делаю устное обращение в соответствии с частью 4 статьи 59 КЗ. Устное обращение. Обратитесь в дежурную часть. Обратитесь. Вы отказываетесь решать вопрос? Обратитесь в дежурную часть и вам предоставят все... Дайте мне, пожалуйста, письменный официальный мотивированный ответ. Отказываетесь? Обратитесь. 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 Благодарствую. ООН. 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 Здравствуйте. Примите жалобу. Говорите. Так. 26 июня 2023 года в 10 часов 15 минут в отделе полиции номер 3 по адресу Мунырево, дом 3 майор Абдул Гусейнов Нурлан ООН. Отчество. Не помню. Так. Отказал предоставить удостоверение до полного ознакомления. Отказал в ознакомлении с материалами проверки КУСП 22 927 в полном объеме. 22? 22 927. Так. Отказал и отказал. Что? Удостоверение не показал, да? Не показал до полного ознакомления. Я не успел ознакомиться. Причем дважды. Дважды отказал. Угу. Так. И отказал в принятии устного обращения по части 4 статьи 59 ФСЗ. Так. И вообще уклонился от общения. Убежал. Сорокин принял информацию. Благодарствую. Алтанбаева. Как еще раз фамилия? УВД Алтанбаева. Угу. Примите жалобу. Говорите. 26 июня 2023 года в 10.15 по адресу город Сургут, Мунарево, дом 3, в отделе полиции номер 3, Нежданова Ксения Михайловна находилась без формы и без бейджика. Угу. Все. Принято ваш сообщение. Благодарство. Дежурная часть воды Шилова. Как еще раз фамилия? Шилова. Девушка, примите жалобу. Слушаю. Угу. Дальше. Сидела Поворозная Евгения Дмитриевна. Угу. Так. У нее на столе лежал журнал учета посетителей, открытый в общем доступе с персональными данными, в том числе с паспортными. В общем доступе, доступный для прочтения всеми. Ага. А также на столе, который находился в дежурной части до решетки, находился регистрационный лист, в котором были также доступны персональные данные, номера телефонов и фамилии. Угу. Это вся информация, да? Это нарушение закона 152 ФЗ, то есть персональные данные находились и постоянно, по моим наблюдениям, находятся в общем доступе. Без согласия на обработку персональных данных и без защиты этих персональных данных. То есть я предполагаю, что должен быть ответственный в отделе полиции номер 3 за обработку персональных данных. А также должна быть регистрация в качестве оператора обработки персональных данных в Роскомнадзоре. Я таких сведений на сайте Роскомнадзор не нашел. Сообщение ваше принято направлено в отдел полиции. Ожидайте сотрудничество. Благодарствую. До свидания. Дежурный часовой Далтенбаева. Здравствуйте девушка, примите жалобу. Говорите. 26 июня 2023 года в 10.15 партнера, адресу Мунарево, дом 3, в отделе полиции номер 3, Соколова Кристина Сергеевна находилась без нагрудного знака, без нагрудного знака, без бейджика и без удостоверения. Удостоверение предоставить отказалась. Сказала, что сейчас придет, вот уже минут 20 прошло, до сих пор ее нет. Принято уже сообщение. Благодарствую. Не очень жаль, но я вынужден действовать в рамках закона. Я не ухожу, я сейчас выйду, подышу воздухом, приду скоро. Через пять минут. Дежурный, Чесова Далтанбаева. Здравствуйте девушка, примите сообщение о совершенном преступлении. Говорите. 26 июня 2023 года в 10.15 по адресу город Сургут, улица Мунарево, дом 3, в отделе полиции номер 3, на входе и на выходе одновременно, обнаружил две таблички с надписью «выход», с запятнанными пятнами, очень похожими на пятна крови. Подозреваю, предполагаю, что было совершено тяжкое преступление, возможно с причинением тяжкого вреда здоровью, умышленно либо неумышленно. требую вызвать оперативно-следственную группу для принятия устного заявления о преступлении под протокол форма номер 2 и для изъятия вещественных доказательств в виде табличек. Все хорошо принято ваше сообщение. Так, оперативно-следственная группа когда приедет? Не могу ответить на этот вопрос, не я направляю. Нахожусь на месте, жду оперативную группу. Оперативно-следственную группу. Что? Сообщение ваше принято. Все принято ваше сообщение. Благодарствую жду. Пуценко поехал. СУТ-102-86. Здравствуйте девушка, подскажите, полчаса назад, сейчас скажу, пять раз звонил, даже шесть, шесть раз. Мне нужны шесть номеров, значит пять номеров это были жалобы и шестая это сообщение о совершенном преступлении. Номера, жалобы регистрационные. Соколов не выходил? Нет. Никто меня не спрашивал? Ну я здесь, я оперативно-следственную группу вызвал. Угу. Так что я здесь. Что? Где рука? Так вы же сами сказали, жираф приходил, слезал. Так вот пятно есть, два. Это комар пухнул. Комар пухнул? Да. Ну будем еще комара вызывать. Комар-то, а он больше всего таких. Да? А что делать? Ну тогда это, с вас объяснение будет правильно. Когда жираф заходил, во сколько? Ну тогда камера висит. Ну. Особые приметы. Где, когда заходил. Кто тогда записал? Почему выйти? Как он смог зайти и не смог выйти? Ну я не знаю. Это надо записать. Комар пухнул. Ха-ха-ха. Это нужно обязательно записать. Пускай вся страна поржет. Вся табличка была залятана. Больше ста капель было. Дежурная часть воды шивала. Как фамилия еще раз? Шивала. Девушка, примите жалобу. Слушаю. Ага. 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 Угу. Более часа прошло. До сих пор никого нет. Нахожусь на месте, ожидая оперативно-следственную группу. А через десять минут буду вынужден обратиться за содействием в регализации права в прокуратуру города Сургут. А далее в МАУ. Угу. Это все информации, которые вы бы хотели сказать? Я хочу вас поинтересоваться, когда будет оперативно-следственная группа. Сообщение принято ваше, направлено в отдел полиции. Сотрудники, как только примут сообщение, свяжутся с вами. В какой отдел полиции направлено? Третий. А оперативно-следственная группа из третьего отдела приедет? Я не могу вам сказать, мы только регистрируем сообщение и направляем в отдел полиции. Далее сотрудники с вами связываются по номеру телефона. Вы считаете, с ними проблемы уже. Насколько я знаю, у вас есть полномочия проверить, где в данный момент находится оперативно-следственная группа. Будьте добры, выясните эту информацию и сообщите мне. Ожидайте сотрудников полиции, они с вами свяжутся. Я более часа ожидаю, никого нет до сих пор. Сообщение принято, что все. Отказываетесь, да? От чего отказываюсь? Сообщите информацию, где оперативно-следственная группа находится. У меня нет такой информации, я вам не смогу ее сказать. Я еще раз повторяю, я принимаю сообщение, направляю в отдел полиции. Далее, я вас просто занимаюсь вашим обращением, вашей жалобой. Неясно, благодарствую. Всего хорошего. До свидания. Слушаю вас, да, здравствуйте. А можно записаться на прием Гусенко? На больничном с сегодняшнего дня. На следующей неделе перезванивайте. То есть приема не будет сегодня завтра, да? Нет, нет. Так, а когда, говорите, перезвоните? На следующей неделе перезванивайте. Так, а у него, получается, по вторникам или когда, да, за этот самый прием? Раз в месяц вообще прием. А, ну, раз он на больничном, то есть перенос будет, да? Да, да. То есть можно звонить тогда на следующий день, в понедельник, вы говорите, да? Ну, во вторник, скорее всего, потому что в понедельник там все у нас, как обычно, тут еще пока ничего не понятно, как и что, когда выйдет он. Хорошо, спасибо. Угу, до свидания. Всего доброго. Если меня будут спрашивать, я все еще здесь и жду Соколова с пронумерованными. Вот она, как я. А она без формы, что ли, уже? Очень без формы, вот только пришла. А что ты не узнал? Нет. А что она ходит мимо, не сообщает ничего? Нет. Сейчас поинтересуюсь. Я здесь? Сейчас вернусь. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Помощник прокурора ОКВП Красинка, Тимур Сергеевич. Тимур Сергеевич, здравствуйте. Антон Николаевич Булгаков звонит вам. Здравствуйте, Антон Николаевич. Помните, да, он звонил? Да, помню. У меня новая ситуация, значит, нахожусь в отделе полиции номер 3, города Сургут, по адресу Монарева, дом 3. Более часа назад, в 10.37, вызвал оперативно-следственную группу. Прошло более 70 минут, до сих пор никого нет. Звонил на 102, оставил жалобу. Там мне отказались пояснить, где находится оперативно-следственная группа и когда она будет. Требую принять меры прокурорского реагирования и направить оперативно-следственную группу сюда. Жду на месте. В прокуратуру Сургута обращались, нет? Я не смог найти номера телефонов их. А, не смогли дозвониться, да? Не смог найти номера телефонов. Я сообщил о совершенном преступлении, возможно, об убийстве. И оперативно-следственная группа едет более 70 минут. Так, ну, обращение зафиксировать ваше? Ну, я требую, во-первых, да, зафиксировать, во-вторых, принять меры прокурорского реагирования. Понял. Получается, вы находитесь в отделе полиции номер 3 города Сургута? Да, да, да. По адресу? Мунарева, тут дом 3. Еще раз улицу скажите, пожалуйста. Улица Мунарева, дом 3. Первая буква М, Михаил. Да, я понял. А более часа назад, да? Более 70 минут назад была вызвана оперативно-следственная группа по номеру 102. Номер регистрации КУСП 12961, 26.06.2023. Время вызова 10.37. До сих пор не приехали, меры не приняли, правильно? Да. Хорошо, я ваше обращение зафиксирую в устной форме. Номер регистрации какой-то можете сообщить? Номер регистрации могу после того, как зарегистрируют, обращение сообщить. А сейчас можете сообщить или перезвонить надо? Нет, я же не регистрирую обращение, а регистрирую это дело производства. Тогда можно перезвонить и куда? Можете на этот же номер мне перезвонить. Я по времени не сориентирую вас, но сегодняшним числом обращения мы зарегистрируем. Ну сколько? Полчаса, час? Через сколько перезвонить? Я не могу вам сказать. Я могу вам сам позвонить в номер. Будьте любезны, позвоните, пожалуйста. Сообщите. Добро. Благодарствую. Здравствуйте. Вы позвонили на телефон доверия, входящий в систему горячей линии МВД России, которая предназначена для сообщения о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных, либо совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации. Телефон горячей линии МВД России, МВД России, Пахмаври. Капитан полиции Бортников. Слушаю вас. Бортников, да? Да. Здравствуйте. Я хочу оставить жалобу. Значит, нахожусь в городе Сургут по адресу Монарева, дом 3, 26.06.2023 в 10.37. Было сообщено о совершенном преступлении и вызвана оперативно-следственная группа. Номер регистрации в МВД города Сургут 12.961. Прошло более, сейчас скажу точно, более полутора часов. До сих пор никто не подъехал. Звонил в МВД по городу Сургута, оставил жалобу полчаса назад. То есть, сейчас более полтора часа не едет оперативно-следственная группа и после оставления жалобы прошло полчаса. До сих пор нахожусь на месте... О, Навева, 3? Да. Отдел полиции номер 3. То есть, вы в отделе полиции номер 3 сейчас находитесь? Да, в дежурной части, да. И к вам не выходят сотрудники? Нет. Оперативно-следственная группа была вызвана. Было заявлено... Возможно, убийство. Хорошо, сейчас разберемся. Все у вас. Так, а номер регистрации жалобы сообщите, пожалуйста. 569. От сегодняшнего числа, да? Совершенно верно. Так, а какая реакция будет мне перезвонять или что? Сколько мне ждать? Конечно. Сколько мне ждать эту группу? Сейчас Сургут сообщим, разберемся, почему у них к вам так долго не пробывают. Добро, добро, жду. Благодарствую. Все, до свидания. Я, честно говоря, в этом году еще ни одного комара не видел. Нет, а вы на улице ходите, как вы видите. А у вас тут летают, еще и пукают, еще и кровью. Вот такие? Вот такие. Так у вас решетки слишком маленькие? У вас решетки слишком маленькие, как раз пролази. А может, я думаю, что он с посетителем залетел? С посетителем? Бывает. Лет пять назад. Лет пять назад? Это вы, получается, пять лет эту табличку не мыли, да? Жирафа не приглашали, чтобы он не слезал. Кого? Жирафа. Вы же сами сказали, жираф приходил, слезал. Нравится мне с вами общаться? Что вы говорите? Когда? Я не я, жираф не мой, комар не мой. Да я тебе не знаю, ладно. Теперь и Василий не мой стал. Веселые ребята. Пошутил я. Веселые ребята. Веселые ребята. Были там зубности, взятия и физики. Я? Ну, конечно. Что комар пукнул? Да я не знаю, может, он не пукнул. А, уже может быть. Я лично не видел. Не видели? Ну, вы же говорили, про жирафа говорили, про комара. Вам приснилось, да, наверное? Вы же видео там снимали. Где? Репортаж вели. Я ничего не снимаю. Ну, Ютуб, зайдите себя, найдите, посмотрите. А вас там можно найти? Меня можно найти. А комара? Комара. Видите, вот там, знаете, все есть. Да, и жираф есть, да, который заходил. А у вас на камерах зафиксировано, как жираф с комаром заходил. У вас тут что, зоопарк, что ли, или что? Как называется этот? Где животные, это зоопарк, а где эти насекомые, это как называется? Нет, дендрариум, это где эти... Растения. А где насекомые-то как называется? Не помните? Я сейчас подойду. Дежурная часть удышила. Девушка, примите жалобу. Угу, я слушаю. Седьмая жалоба за сегодня. Значит, в 10.37 позвонил по телефону 102, заявил о совершенном преступлении, возможно, об убийстве. Так, номер регистрации 12961. Прошло более 2 часов 10 минут. До сих пор оперативно-следственной группы нет на месте. Никто не связался с вами? Никто не звонил. Сообщение передано, будет сотрудникам полиции, ожидайте. Так а сколько можно ждать? Мне тут ночевать надо? Я не могу вам сказать. Сообщение мы передаем сотрудникам полиции, они дальше принимают действие. А вы куда передали? Третий отдел полиции. А кто принял сообщение? Оно еще не принято, мы только вот отправились, зарегистрировали. Через пару минут примут. Еще не принято? Ну, сейчас вот вы обращаетесь, вот следующее сообщение, уже седьмое, как вы говорите, оно принимается пока, получается, в течение двух минут примерно. Нет, а я говорю о сообщении, которое было... А, да, они все приняты, сообщение ваше. А кто принял? Секунду, сейчас посмотрю. Орехов. Орехов, да, принял? Да. Ну вот он тут напротив меня, он мне ничего не говорит. Ну он принял сообщение предыдущее. Ну он как-то реагировать будет, нет? Или это... Да, сейчас мы поторопим сотрудников. Я буду вынужден оставить устное заявление о совершенном преступлении под протокол. В соответствии с частью третьей, статьи СУ-41 УПК РФ, по признакам состава преступления, халатность. Все, я вас поняла. Сейчас мы с сотрудниками передадим ваше сообщение. Жду, благодарствую. До свидания. Василий Александрович, а вам сообщали о совершенном преступлении? 12-961. 12-961. Ну я вот сейчас звонил в ОМВД 102, в 10-37 сообщил о совершенном преступлении, сказали вам, передали. А где оперативно-следственная группа? Работаем по другому мероприятию. Два часа, уже 20 минут никого нет. А вы кому передали сообщение? А кому надо передать? А я не знаю кому, вы мне разъясните. А я зачем вам это должен делать? А в соответствии с частью 2, статьи 24, Конституция Российской Федерации. А еще по закону о полиции вы обязаны разъяснять? Компетентный орган передал. Ну кому, фамилия ответственного? Я не могу вам так информировать. Почему не можете? Подавлю себе. Что? Это запрещено. Запрещено? Кем? Комаром или жирафом? Кому-то и не. То есть отказываетесь сообщить? Нет. Отлично. А вы кто? Дознаватель? Да. Вы оперативно-скористая группа? Да. Представьтесь, пожалуйста. Принц Катерина. Как? Принц Катерина. Принц? Да. Принц Катерина Андреевна, дознаватель. Капитан полиции до 23 ноября 2027 года. По фото похоже. 044-172. Благодарствую. Так. Вы единственная в составе оперативно-следственной группы? В настоящее время, да. А вы дознаватель? Да. Я старше-следственная группа. То есть следователь отсутствует? Почему следователь? Ну вы дознаватель. Я дознаватель. То есть оперативник? Слышный оперативник. Или следователь? Дознаватель. Но оперативная следственная группа, она должна состоять из оперуполномоченного и следователя? Нет, и дознаватель тоже в полномочении. В единственном числе? Да. Интересно. Примите устное заявление о совершенном преступлении под протокол. Под какой протокол? А смотр место вы ее придете? Форма номер 2. Что за форма номер 2? Объяснение с вас надо взять по данному? Нет. А что вы? Я смотрю место в прошенном. Ну что здесь вы смотрите? Подождите. Есть часть 3 статей 141 УПК РФ. Там сказано, имеют право подать устное заявление под протокол. Вы ни разу не принимали устное заявление под протокол? Отпрашиваем людей, не устно, а письменные люди. А я хочу подать устно, под протокол. А я хочу с вас объяснение взять письменные люди. На каком основании? На каком. Вы заявляете, вы какое-то преступление здесь увидели. Так должно быть принято заявление о совершенном преступлении? Вы сообщение уже скинули? Это сообщение, а я хочу именно под протокол. Какой протокол? Форма номер 2. Вася, ты что хочешь от меня? Я смотрю, пишу, какой протокол. А при чем тут Вася? Как-то без меня. Как-то без меня. А жирафа и комара позовете? Заявитель. В смысле опросит? По поводу чего? По поводу того, что вы увидели какое-то преступление особо-то. Не увидел, а предполагаю, что было совершено. Понятно, что вы предполагаете. Распечатайте, пожалуйста, форму номер 2, протокол. Протокол принятия устного заявления о преступлении. Так то сообщение, оно у вас только зарегистрировано. А я хочу именно по уголовно-процессуальному кодексу, чтобы была проведена уголовно-процессуальная проверка. А я не знаю, как вы приняли. Может, вы как простое обращение в рамках 59ФЗ рассмотрите. Чего? А там четко этот протокол строгой отчетности. Да, это все протоколы. Нет, не согласен. Как бы у вас предоставить два года? 22 февраля я оставил как минимум пять жалоб. До сих пор их никто не рассмотрел. Вот так вы рассматриваете. Ни ответа, ни привета. Куда? К материалам проверки? Вот только что мне выносили, их там нет. Давайте, пригласите Соколова. Она, кстати, два с половиной часа назад обещала, что пронумерует материалы проверки. До сих пор ее нет. Где она? Вызовите ее, пожалуйста. О чем? О чем уход? Сколько у вас сообщений стоит? Я же говорю, 22 февраля. Сегодня. Сегодня? Ну, многое. Я вам скажу, сколько у вас сообщений стоит. А я вам скажу, сколько у вас сообщений стоит. Давайте. Ну, так вы же смотрите. Так вы же сами посмотрите. Ребята, знаю. Я знаю. У меня все номера есть. У меня номера есть. Вот считаем. Два. Три. 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 Девять? А у меня только шесть. Назовите все номера, пожалуйста. А вы мне по порядку назовите, у вас-то больше. Ну, мы со своим. Так я вот и смиряюсь, называйте. А? Так у меня меньше, у вас больше. Я хочу к себе переписать. 129-53 есть. Есть. О, нету. 56. Этот есть. 51. Есть. 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 Нету. А, 58 дважды вы назвали? Нет. 68. И последний. Это последний? Нет. У меня еще два в запасе. А еще два. Явилась оперативно-следственная группа в единственном лице принца Екатерина Андреевна. Дознаватель. Бланка принятия устного заявления о преступлении под протокол по форме номер два мнения оказалась. Ждем. Я на улице сейчас подойду. Откройте, пожалуйста. Алло. Добрый день, Антон Николаевич. Приемная начальника управления. Завтра приема у начальника не будет, он на больничном. Что такое? Что случилось? На больничном начальнике. Чем заболел? Ну, я не обязана это вам говорить. Мне никто это не докладывает. Я до вас довела информацию, что завтра приема нет. Не совестью? Алло. Приемная ВВД. Здравствуйте. Подскажите, а заместитель Глушенко здоров? Заместитель? Да. Пенский Сергей Леонидович. Здоров он? Да. Не на больничном? Нет. Личный прием завтра у него есть? Нет. А когда? Да. Так. Личный прием у него... Так. Раз. Да. Третья среда месяца. Это когда? Какое число? Теперь в июле. Раз. Два. Третья. На 18 июля. На 18 июля запишите, пожалуйста. Я на июль пока не записываю. У нас еще июль будет только на следующей неделе запись. Ну, заранее запишите. Я не могу вас записать. На следующей неделе только запись будет. Ну, где-нибудь в блокнотике пометьте, что там первые в очереди. Кто именно? Ну, вы же знаете, кто звонит. Нет, не знаю. Не знаете? Имя, отчество, фамилия Антон Николаевич Булгаков. Хорошо. Записали? Да. Благодарств. Принц не выходило? Зачем? Как зачем? Устное заявление принять. То есть она не выйдет? Нет? Как так? А кто жирафа будет искать? Комарат, который пукнул. Найдется? Я так понял, она до двух часов. Принц не выйдет, да? Принц? Почему? Он ее же сказал, принесите бланк заявления о принятии устного заявления. О совершенном преступлении. Так это я про идеи продиктую. Ну, давайте вы принимайте тогда. Устное заявление под протокол, примите, пожалуйста. Так вы протокол будете соотновлять? Я хочу под протокол. Под протокол? Форма номер два. Протокол принятия устного заявления о преступлении. Давайте. Где протокол-то? Ну, в смысле, слушаю, вы должны бланк, это, протокол заполнить. Я вам уже рассказал в десять раз какой-то. Отказываетесь? 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 Принять руслое заявление. Так а что говорите? Давайте протокол. А что-то он у вас короткий какой-то. Нормально. Да? Пойдет? Давай. Так там у вас рапорт. Я врачу. Не, под рапорт не хочу. Хочу заявление о совершенном преступлении, о преступлении под протокол. В соответствии с частью третьей статьи 141 УПК РФ. А? А о возможном убийстве? Не знаю. Это вы будете выяснять. Ну, вот капли крови. Похожие на капли крови. Я не специалист. Изымайте таблички, проводите экспертизу. ДНК, экспертиза, все дела. Вы же сообщили. Я сообщал устно. Я хочу под письменный протокол. Конечно. А? Ожидаю. Я же не утверждаю, что это именно пятна крови. Я предполагаю. И предполагаю совершенное преступление. Возможно убийство. Возможно другое какое-то тяжкое. Может перерыв устроим на 20 минут? Я в 2 часа подойду. Добро? А вы Соколова же, да? Да. А вы материалы проверки пронумеровали? Да. Обязаны. Не обязаны? Вы же сказали пронумеруйте. Да. Нет? Я вам сказала, что я не обязана проверить, что вы не вынесете. То есть не вынесете, да? Вы сейчас на другом пошли, да? Да. А у вас персональные данные опять выучим выступать? Угу. Хорошо. Хорошо? Угу. Это по-вашему хорошо? То есть можно почитать? Ну, ладно, вы заглядываете сюда. А? Вы специально сейчас провоцируете сотрудников. Провоцируют? Да. Вы сейчас провоцируете. Я осуществляю общественный контроль в соответствии с законом 212 ВЗ. Вы пытаетесь провоцировать и организовать работу сотрудников в ВЗ. Таким образом? Таким. Таким образом? Стоите, вы подначиваете, подглядываете. Подглядываете? Да. А то, что у вас журнал в открытом виде, это что? Это не провокация? Нет, это не провокация. Это не разглашение персональных данных? Нет, это не разглашение. Кроме вас сюда больше никто не заглядывается. Серьезно? Вы действует делаете. Намеренно провоцируете сотрудников. Вы уверены в этом? Я в этом уверена. Да. Благодарство. Да. Сейчас зарегистрирую вас, что вы провоцируете сотрудников в полиции. Преднамеренно делаете ложные заединения по телефону 0-2. Какие, например? А то, что мы без бейджиков. А у вас бейджики сейчас? Я согласно своей должностной инструкции имею право его не носить. Их нам не выдают. Не в бейджиках. Я не обязана носить ни на пульного знака, ни в бейджиках. Сотрудник Дира находится, беременной. Она не обязана носить фону. Второе ложное сообщение. Серьезно? Серьезно. А в чем ложь заключается? В этом я все. В том, что нет бейджика? Да, в том, что вы заявляете, а то, что здесь вышло, преступление. Ну, по факту же бейджика нет. Такого он не обязан. Ну, если не обязан, значит, откажут в рассмотрении жалуются. Это вот это, по-вашему, ложная информация? Да. Вы меня обвиняете во лжи? Нет. Вы это утверждаете? Да, ничего не обвиняете. Ну, вы же только что сказали, что вы живые сообщениями. Вы меня ничего не говорили. Как мне говорили? Не послышалось? Надо бы специально провоцировать? Нет, я отстаристовую с ней. Вы же... Вы провоцируетесь. Вы пытаетесь меня обвинить в каком-то правонарушении или преступлении? Вы меня тоже обвиняете в правонарушении. Я не обвиняюсь. Да. Я выясняю в царстве. Ну, вы тоже как же, я выясняю в клещике. Вот опять вы утверждаете, что я клевещик. Как мне утверждать? Только что сказали, лжокие клевещики. Интересно. Василий здесь? Обедает? Вы за него? Выходила полчаса назад принц. Екатерина Андреевна. Хотела принять заявление о преступлении под протокол. Ушла за бланком и не вернулась. Как-то ее можно вызвать? Здравствуйте. Здравствуйте. К вам на личный прием можно записаться? Конечно. Здравствуйте, девушка. Я хочу записаться на личный прием к начальнику МВД Пахмава. Подождите. Алло. Слушаю. Да, говорите. А вы кто? Ирина Викторовна. Мне трубочку передали. А фамилия? Что вы хотели? Это Чадинова Ирина Викторовна. Здравствуйте. Я хочу записаться на личный прием к начальнику МВД Пахмава. А, начальнику. Это мы не записываем в общее дело. Это у нас обращение граждан. Лилия Асхатовна там занимается. Телефон 398? Угу. 306. Обращение граждан. Да, с личным приемом. Вот они. Добро. Благодарство. Угу. До свидания. Ливаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Примите жалобу. Говорите. 26.06.2003 по адресу город Фургут, отдел полиции номер 3, Монарева, дом 3, 1435, Соколова, находясь на посту дежурной части, без бейджика, без нагрудного знака, заявила, что Антон Николаевич Булгаков, четырежды заявила, что Антон Николаевич Булгаков делает ложные доносы. Угу. Так, требую привлечь к ответственности, провести проверку, привлечь к ответственности и сообщить о результатах. Угу. Сообщение ваше принято. Что? Сообщение ваше принято. Благодарствую. УВД по Фургуту дежурная часть Сорокин. Алло. Здравствуйте. Примите жалобу, пожалуйста. Говорите. 26.06.2003 в 1435 по адресу город Фургут, Монарева, 3, отдел полиции номер 3, Соколова, находясь на посту возле дежурной части, держала журнал учета посетителей в открытом виде, с персональными данными, в том числе с паспортными. Все, обращение принято. Сорокин принято. Сорокин принято. Благодарствую. УВД по Фургуту, Сорокин. Еще одну жалобу примите, пожалуйста. Говорите. 13.30 по тому же адресу город Фургут, Монарева, дом 3. Так, 26.06.2023. После двух часов, 50 минут, после вызова оперативно-следственной группы, пришла принц Екатерина Андреевна. Подождите, после 14.50? В 13.30, после двух с половиной часов, нет, после двух часов, 50 минут. После обращения? Да. Обращение было в 10.37. Заявлено преступлением было номер КОСП 12.961. Так. Через два с половиной часа пришла принц Екатерина Андреевна. Единолично заявила, что она является оперативной следственной группой в составе одного должностного лица. Дознавателем является. Отказалась принимать заявление о преступлении устное под протокол. Так, отказалась еще раз что? Отказалась принимать устное заявление под протокол в соответствии с частью 3 ст. 141 УПК РФ. Так, все. И также, так, отказалась принимать, у нее не оказалось при себе протокола принятия устного заявления о преступлении по форме. Все принято. После этого она ушла, я так понял, за протоколом, и больше не вернулась. Есть. Все. Сорокин. Благодарствую. Без значения Батилла, до вас, я буду в совести. Я, Олег. Это Николаевич, прокуратура ОПК РФ. Слушаю. Номер, запишите обращение регистрационное. Пришел. Ага, ВО-4501-23-207-11001. Что-то быстро диктуете. Номер, давайте еще раз. 23-207-11001. Это что, по поводу чего? А вот вы звонили, мы устно фиксировали обращение о бездействии сотрудников полиции. Ага. Ну, тут продолжается бездействие. Я уже штук 20 жало поставил на 102. Там перестали трубку брать. В ХМАУ на телефоне доверия тоже трубку перестали брать. Пришла оперативно-следственная группа, где-то час назад, в составе одного лица, это, сейчас скажу, принц Екатерина Андреевна. Отказалась принимать заявление устное о преступлении под протокол. Вот. И сказала, что у нее нет бланков протокола принятия устного заявления о преступлении по форме номер 2. Я так понял, ушла за бланком и больше не вернулась. Вот сейчас уже сколько? 10.37, да, 4 часа 20 минут прошло с того момента, как я вызвал оперативно-следственную группу, и у меня до сих пор не приняли заявление. Ну, будут обстоятельства устанавливать. Мы зафиксировали с вами. Я письменно оформил обстоятельства. Ну, можете добавить вот эти обстоятельства, и можете посмотреть в телеграм-канале Сургутнадзор. Ну, обращение в любом случае будет направлено в прокуратуру Сургута. Первоочередно они будут оценку давать, соответственно. Поэтому мы материалы направим. Обращение вот это, регистрационный номер от сегодняшнего числа. Добро. Благодарство. Да, Миша. До свидания. Дежурная часть ОВД Алтынбаева. Здравствуйте, девушка. Принейте жалобу. Что у вас случилось? График приема граждан по личным вопросам, который вывешен в отделе полиции номер 3 города Сургут по адресу улица Монарева, дом 3 дежурной части. Этот график не соответствует утвержденному графику начальникам ОВД по городу Сургут Глушенко. Ответственный за график со слов дежурного Орехов Василий Александрович. Так, и еще одну жалобу, так как до вас трудно дозвониться. Еще одну жалобу примите. Значит, 26 июня 2023 года, время запишите. Какой день? 26 июня, ну сегодня, то есть 2023 года. И четыре разных времени. 13.26, 13.59, 14.47 и в 14.50. По номеру 102 никто трубку не взял, более двух минут. Так, более скольких минут? Ну, я ждал до последнего, как говорится, в определенных кругах до Талова, пока там какая-то женщина не сказала, оператор, что типа абонент недоступен, перезвоните позже. Все. Все хорошо принято в ваш сообщении. Благодарствую. Я сейчас подойду. На личный прием хочу записаться. Глуценко. Ой, Луценко. Что, кто-то выйдет, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу записаться на прием. Какой вопрос? Глуценко. Вам много вопросов? У нас среда на 17.00. Среда это какой часу? Послезавтра, да? Да. 28.00, да? Во сколько вы сказали? Ориентировочно 18.00. Если что-то изменится, я позвонила. Телефон есть? Какой номер маленький? По множеству оказывается принимать заявление о преступлении, как вот таково, не носят бейджики, не принимают жалобу, не знакомят с материалами проверки в полном объеме. Отвечать? Да нет, там много вопросов. Сейчас как на память не вспомню, у меня все записано. Скорее, сразу же дать. Так, позвоните, да, если что? Если сообщите, да, оттаскиваю, что следует сюда. Добро, благодарствую. Откройте. До свидания. Да, благодарствую. Откройте. 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 Продолжение следует...